Вот вы мне задали вопрос, я говорю, что было, прозвучало много, так сказать, несколько сентиментального, да, ну как, а как же без сентимента, ведь мы же жили, вот так сказать, бок о бок, рядом, мы часто где-то живали на каких-то дачах вместе, там, и целыми компаниями, вот, понимаешь, я помню, вот, ну буквально, так сказать, вкус и запах вот этой жизни, да, поэтому, конечно. Ну, поэтому эти стихи, они тоже для меня, они для меня как бы вот, я чувствую вот их фактуру, вот прямо вот здесь и сейчас, это не там, вот как, как он мог их писать, вот есть же его черновики в книге, это замечательно, можно увидеть, как там некоторые просто в чистом виде ложатся, потому что они вот, откуда они у него брались, из того самого, до вербального слова, о котором очень умно можно поговорить людям в очках, вот так вот. Довербальное слово, переживание, вот, это неважно, вот, Гейдар, он весь вот прямо вот здесь, вот, мне очень нравится тот факт, что какие-то вот выражения гегелевские, они вошли в плоти кровь, вот уголовного жаргона нынешнего брата, чисто конкретно, по понятиям, вот Гейдар вот реально жил по понятиям. Он так и говорил, он помню так, иногда так смотрит на мою кислую физиономию, когда пытаюсь мучительно что-то понять, а понять невозможно, потому что я не понимаю, как бы у меня нет еще того органа по молодости, которым нужно понимать. Он только формируется, это было мучение. Вот я пытаюсь, а Гейдар так мечтательно как-то откинув голову, так покуривая длинную папиросу, он скажет, да, вижу сахарный, как тебе плохо. А знаешь, почему мне хорошо? Я тебе скажу почему. Потому что я живу вот чисто конкретно по своей философии. Вот я именно так и живу. Вот. Философия Гейдара – это было его мыслящее тело с большой буквы. Мыслящее тело. Вот как он был такой крупный, как он не вписывался в какие-то рамки, в том числе пространственные временные, как он входил в какую-нибудь квартиру, и люди начинали сжаться буквально по углам, как он давил свои мысли, как он мог просто молча сидеть, а кому-то становилось очень сильно неуютно. Люди просто начинали нервничать, уходили, бросали какие-то предметы. Да, бывало такое. Гейдар – это глыба духа, и при этом он был очень конкретным человеком. Вот я помню, как мы с ним устроили драку в электричке, например. Я был неправ. Это был такой вот жест. Была страшная жара, 35 градусов, а я решил в тамбуре закурить. И получил по морде от какого-то хмурого пролетария. Вот. Тут же завязалась драка. Гейдар меня поддержал. Все произошло очень быстро, но, поскольку было жарко, тут же это дело прекратили и спокойно стояли рядом, как дети. Вот такой был Гейдар, или Гейдар, который вступил в драку с культуристом на одной квартире. Тот поднял его, Гейдар схватился за люстру. Вот люстра стала раскачиваться, свет-газ потом опять включался. Вот это драйв. Поэтому можно ли сказать, что эта книга привязана к тем вот ярким, каким-то фантастическим, феерическим переживаниям, этим хэппинингам? И да, и нет. Конечно, она выросла оттуда, но можно сказать, что она вне времени, как любое произведение мыслящего духа и мыслящего тела. Гейдар. Мыслящий дух и мыслящее тело. Гейдар в сердце. Гейдар.